Просто огромный наплыв страхов и неуверенности в будущем. Люди боятся, и они плохо справляются. Я вижу, что подтвердили, опровергни, включается агрессия. То есть те, кто были более-менее спокойны и весёлы раньше, они становятся более агрессивными. Но сначала они, вот я вижу, выражают эту тревогу, что бизнес не работает, здесь непонятно, тут непонятно, все болеют. Жена или муж не женится, или женится не так, как я хочу, не в том месте. То есть у всех какие-то... И потом они начинают агрессивно реагировать. Я вижу, что человек совсем не тот, которого я знала. И я бы с удовольствием, может быть, посоветовала, вот расскажи, какие для людей советы справляться со всеми этими тревогами, страхами. Да. И вот здесь мы касаемся способности мозга предвосхищать, создавать события, на которые человек реагирует, как будто на реальность. Потому что обычно люди в тревоге оказываются тогда, когда они слишком много об этом думают, причём думают так ярко, живо. А в реальности смотришь, это как раз та самая, ну что ты волнуешься, у тебя же всё нормально, у тебя всё в порядке. Да нет, ты меня не понимаешь. Потому что внутренняя реальность человека, там ужас-ужас, что творится. У меня даже видео на эту тему есть, и иногда бывают такие клиенты, очень тревожные, в основном женщины, которые говорят, если ребёнок не позвонил вовремя, вот он должен там в 12.55 позвонить, или я звоню, и ребёнок не берёт трубку, у меня уже через две минуты в голове просто фильм ужасов. Я уже представляю, как школа горит, взрывается, там спецназ атакует, вытаскивает уже трупы в этих пластиковых пакетах, там ужас, что творится. Ребёнок просто заболтался, или пошёл в турбит. Но вот внутренняя реальность человека такова, что он на неё реагирует, как на что-то такое. Потому что она такая и есть. Что делать? Что делать? Есть так называемые предпринятые попытки решения, которые человек делает, чтобы успокоить свою тревогу. И, как правило, ППР, предпринятые попытки решения, вот это концепт из краткосрочной стратегической терапии. Это как раз то самое, что не помогает, а только ухудшает ситуацию. Одна из первых предпринятых попыток решения здесь какая? Человек начинает бесконечно обсуждать всё. То есть есть такой миф, «Если ты поговоришь, тебе станет легче». Вот именно миф. Потому что разговоры в какой-то степени, они снижают тревогу чуть-чуть здесь и сейчас. Но в долгосрочном периоде происходит вот что. Каждый раз, когда человек об этом говорит, «Ой, ты знаешь, я переживаю». Неважно по поводу чего – бизнес, дети, работа, здоровье, личные отношения. Каждый раз, когда мы делимся чем-то с другими людьми, независимо от того, какую цель мы хотим достичь, может быть, получить мудрый совет или временное облегчение, или чтобы просто кто-то нас поддержал. На поверхности, получаем мы это или нет, это неважно. В глубине всегда происходит одно и то же. Одно и то же у всех всегда. Каждый разговор – это дополнительное подтверждение в собственных глазах. Одно дело, когда я про это просто думаю, другое дело, когда я про это говорю, это означает, что действительно так и есть. У меня есть проблема, с которой я не справляюсь. И с этой проблемой я не справляюсь какое-то время. Потому что это сразу всплывает по ассоциации. Я тебе об этом говорю, что у меня там такая-то проблема. Но это началось не сегодня, не вчера, не позавчера. Этой проблеме же черт знает сколько времени. И получается, что каждый следующий разговор, он удлинеет это время проблем восприятия. То есть я сегодня говорю, да, проблеме там, ну не знаю, пусть будет тысяча дней. Если я говорю завтра, это уже тысяча один день. То есть проблема становится тяжелее каждый раз. И, соответственно, растет безнадежность. Вот это те самые вещи. Друг, враг, который прикидывается от друга. То есть парадоксальным образом, чем больше человек говорит, тем хуже сам себя делает. То есть вначале нужно пресечь эти предпринятые попытки решения. Итак, прекратить разговоры или свести их к минимуму, чтобы не подпитывать вот это ощущение безнадежности. Потому что с каждым разговором оно становится больше. То же самое касается поисков информации на эту тему. Потому что сейчас, когда у всех есть интернет, это еще раньше человек пошел в библиотеку, не пошел, нашел книги, там подборку или не нашел. А сейчас мы открываем интернет, достаточно открыть YouTube, и можно там зависнуть на неделю. Посмотрел одно видео, следом три, затем 27, потом 358. И это бесконечно будет. То есть прекратить разговоры, прекратить поиски информации. Потому что это подпитывает тяжесть проблемы в собственном восприятии. Первое. Второе. Еще одна типовая предпринятая попытка решения при тревожных расстройствах. Это, ой, ну знаешь, ну что-то вот мне так неудобно. Ну пойдем вместе со мной. То есть когда мы начинаем увлекать других людей. Кажется, как там, номеру и смерть скоростна, да? Да. Кажется, если я буду не один, это поддержка. Если что, меня спасут, помогут, скажут за меня слово. Неважно, какая это ситуация. Собоится ли человек выходить из дома при агорофобии. Или, может быть, он, не знаю, стесняется прийти на какую-то вечеринку и кажется, что с другом, если он придет, как-то ему будет проще. Когда социальные страхи. И эта штука работает точно так же. Когда мы опираемся на чью-то поддержку. То есть если я тебя зову с собой, потому что сам боюсь. Это означает, что я действительно так сильно боюсь, что я сам с этим не справляюсь. И если ты идешь со мной, везешь, меня сопровождаешь и так далее. Если ты идешь со мной, мне становится легче. Но это является одновременно доказательством того, что я один не справляюсь. То есть я начинаю сам инвалидизировать себя. И чем больше я пользуюсь этой поддержкой, тем означает, что меньше я опираюсь на собственные силы. И я без нее не могу обходиться. То есть здесь важно, что, по крайней мере, понимать этот патологический механизм, начинать от него отказываться. Если я не могу совсем сразу это сделать, то, ну окей, я иду, но ты идешь теперь не рядом со мной, допустим, в метре от меня, а потом в двух метрах, а потом в пяти. А потом я выхожу, а ты остаешься чуть-чуть сзади, выходишь на минуту позже. То есть мы постепенно отказываемся от этого сопровождения. И третий универсальный механизм предпринятой попытки решения, который тоже портит ситуацию. Это попытка контроля ощущений. Как у нас? Тревога, да? Опа! Тревога! А что это тревога? Не знаю, что... Нет, я же должен успокоиться. Ну-ка успокойся быстро. Так, сейчас дышу методом йога, дышу по квадрату, три, четыре, восемь. Любую технику мы берем. И человек что? Пытается себя заставить испытывать вновь спокойствие, как это было совсем не так. Человек что-то делает и тут же сравнивает, получается у меня или нет. Ну, естественно, это не получается так быстро. Вот в крайне редких случаях, если человек действительно обладает хорошим контролем над своими вегетативными функциями. Обычно так. Человек сделал вдох и сделал выдох, сердце колотится по-прежнему. Это не работает. Блин, моя попытка успокоиться не помогает. Становится еще хуже. Человек пытается себя заставить еще сильнее, получается еще хуже, и вот эта безнадежность опять растет. От этого ситуация усугубляется. Я поняла. Ну, буду потом пересматривать. Да, да. То есть это так же, как примерно со сном. Ну-ка давай спи быстро. Чем больше пытаешься себя заснуть, заставить спать, тем хуже получается. Ну или с любой естественной функцией. То есть наша задача, в принципе, здесь понимать, что какой-то уровень тревоги – это нормально для жизни. И важно не заставить себя чувствовать спокойным, а научиться действовать даже, когда ты находишься в тревоге. То есть противоположность страху – это не полное спокойствие какое-то. Нет, это возможность действовать даже если ты боишься. Вот это вот такая парадоксальная штука. Здесь и есть контроль страха. Круто. Интуитивно дошла до всех этих вещей. Мне никто не объяснял, никаких видео не смотрел. Я поняла, что у меня какие-то вещи работают. Если я закрываю свой рот, перестаю об этом говорить, перестаю звать помощь, а просто беру и делаю. Да, мне страшно, но я делаю. Но потом я вдруг понимаю, что это не так страшно. Да, вот именно, вот именно, да. Когда мы получаем подтверждение на деле, что оказывается, я могу этот дискомфорт эмоциональный переносить, оказывается, я могу действовать, это действительно становится не так страшно. Вот в работе со страхами, у нас в краткосрочной стратегической терапии принят такой принцип, чтобы преодолеть страх, к нему нужно повернуться лицом. Потому что чем больше ты от него убегаешь, тем больше он тебя догоняет. И тогда он действительно ужас-ужас превращается в смертельный ужас. Повернуться лицом. Откладываешь, откладываешь его. Конечно. Надежность. Конечно. Ну вот, вот, я так и думала примерно. Поэтому я всегда, Людюнка, придите, подышите, посмотрите, начните. Да, да, да. Да. То есть первые три момента. Мы должны пресечь вот эти три типовые предпринятые попытки решения при любых видах тревоги и страхах. Это мы используем помощь. Это разговоры и поиск информации. И контроль реакции. Вот. И теперь, то есть мы пресекаем те механизмы, которые эту ситуацию поддерживают и усиливают. И следующий момент. Что стоит сделать? Что стоит сделать? Как говорил один из наших просто великолепных коллег, Жан Беккио, задача номер один. Успокоить метущийся ум. Потому что именно ум, именно его активная деятельность создает ту реальность, на которую мы реагируем. Мы реагируем физически прямо здесь и сейчас, вот эти все фильмы ужасов. И тут есть такая интересная штука, что чем лучше у человека воображение, чем лучше у человека интеллект, тем больше он способен напугать сам себя. Потому что если у человека с воображением дела так, плохонько, да интеллекта особого нет, то он и не пугается. А ты что, не боишься? Что бояться-то? Ему просто в голову эти варианты не приходят. А вот у человека, у которого хороший IQ, живой ум, такое хорошее воображение, он еще из дома не вышел, а уже у него там куча опасностей. Уже сто раз умер, пока куда-то добрался. Всякие несчастья на дороге поджидают, потому что у него просто работает хорошо воображение. Что здесь нужно сделать? Если это находится внутри, то это нужно как-то вынести наружу. Общий принцип. Не держать, а вынести наружу во внешний носитель. Но мы помним, что одна из предпринятых попыток решения – это разговор. То есть мы не должны разговаривать. Здесь для взрослых людей помогает что? В письменной практике. Когда берешь ручкой и пишешь то, что у тебя происходит, то, чего ты боишься. Есть термин такой – терзание, особенно по поводу будущего. Бесконечные страхи. Это неопределенность. Мы действительно не знаем, что будет. Что будет с бизнесом? Откуда мы знаем? Может, завтра случится что-то такое, что все то, что сегодня работало, завтра не будет работать. Мы не знаем. Но человек раскручивает это, из-за этого страдает. Нам нужно остановить этот метущийся ум, этот поток мысли, поток воображения. Мы берем и пишем тогда. Все то, что находится здесь, переживания. И письменные практики – это способ канализации эмоций и включения нашего здравого рассудка, который останавливает этот метущийся ум. Мы можем так себя остановить. И одновременно к этому и пишем, мы немножко диссоциируемся от всего этого и можем с критикой посмотреть. Итак, это действительно высокая вероятность того, что если я сейчас выйду на улицу, на меня нападут, меня собьет автомобиль, меня приведет метеорит, меня ударит молния, на меня сядет какая-нибудь чайка и заразит меня орнитозом и так далее. Да нет. Весь опыт моей жизни подтверждал, что ничего такого не случалось ни со мной, ни с кем из окружающих. Скорее всего, выйти на улицу просто безопасно. Но для этого нужно сделать кое-что другое. То есть работает именно действие. Вот лучшее действие для взрослых людей – это написать, если человек умеет писать. Для тех, кто способен, работает арт-терапия, можно нарисовать свои переживания, свое состояние, свои мысли. Если человек может выразить это рисунком, допустим, карандашами, красками, окей. Это можно слепить. Для детей, особенно для тех, кто моложе 12 лет, у них не так хорошо работают когнитивные механизмы, поэтому им проще рисовать. Мы когда работаем с подростками, с юными подростками, с детьми, даже иногда косвенно работаем, мы так и говорим, пусть рисуют комикс какой-то про свои страхи, про свои тревоги. Рисуночки с минимальной подписью. Можно я спрашиваю? Это помогает. Я тоже применяю арт. У меня такой вопрос. Я столкнулась с тем, что Юнг применял мандалы, очень много мандалы в своей терапии. Ты вообще знаешь что-то об этом? Если да, то мы тогда устроим еще один эфир однажды. Да, про мандалы я немножко знаю. Это для тех, кто в теме. Для тех, кто в теме. Не будем сейчас. Для корректировки реальности будущего и при работе с подростками он это использовал. То есть я прочитала, там очень глубокие темы изучались, и он очень активно использовал это в практике. Я просто думаю, может, есть инфа об этом, уже было бы интересно. Да, мы сейчас не будем рекомендовать какие-то особые мандалы. Достаточно того, что человек возьмет в руки ручку, карандаш и что-то сделает с этим. И будет, допустим, писать в начале, когда у него много тревоги, будет писать, выделять в себе время и место, когда его никто не побеспокоит, будет писать до тех пор, пока это каждый раз у него есть. И остальное время будет пресекать в течение дня, что как только у него появятся какие-то мысли или тревожные ощущения, он скажет себе, не сейчас, у меня будет специальное время, где я буду об этом думать, я позволю себе эти переживания, но сейчас нет. То есть таким образом мы собираем вот эту размазанную тревогу, упаковываем ее в какой-то отведенный промежуток времени, и она остается там. Вот это самое первое, самое универсальное, что мы можем сделать практически всегда, везде. Пресечь механизмы поддержки, выплеснуть это все из себя, мысли, эмоции, замедлить метущийся ум через письменные практики, через арт-терапию. Но я подчеркиваю, что здесь должно быть что-то, что мы создаем. То есть если человек смотрит метафорические карты, если он использует уже готовые вещи, это не так работает. Работает именно создание чего-то. Написать, нарисовать, слепить из глины. Вот это работает, чтобы выразить. Если мы берем готовые объекты, что-то переставляем, смотрим на них, читаем, это работает намного хуже. То есть здесь нужно именно действие, моторика действия. Интересно. Ну вот это то, что мы можем использовать прямо быстро в качестве меры первой помощи, и это будет работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.